Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передач в музее Одинцовского городского округа. И сегодня мы находимся в зале Одинцовского историко-краеведческого музея, который посвящен Великой Отечественной войне. И расскажет нам о нем экскурсовод Инна Тютюникова. Здравствуйте, Инна! Здравствуйте, Полина! Рада видеть вас в залах нашего музея. Сегодня мы рассказываем о Московской битве. Этот зал, собственно, и называется зал Московской битвы или битва под Москвой. Началась эта битва 30 сентября 1941 года и окончилась 20 апреля 1942 года. Нужно понимать, что это была тяжелейшая битва с огромными потерями, но это была первая переломная битва в ходе Великой Отечественной войны. Мы все прекрасно помним еще со школы, насколько тяжелое положение сложилось к зиме 1941 года. В ноябре 1941 года немцы предпринимают окончательную, бесповоротную уже на тот момент попытку захватить Москву. Это был, пожалуй, самый тяжелый период Великой Отечественной войны, когда 20 октября было введено осадное положение в Москве, и не получилось у немцев захватить Москву в клеще, и был предпринят прямой удар по направлению шоссе Минск-Москва. В Одинцовском округе велись очень тяжелые бои на Звенигородском направлении. Обороняла это направление 5-я армия под командованием генерала-майора Леонида Александровича Говорова. В Одинцовском округе непосредственно Звенигород обороняли 144-я и 108-я стрелковые дивизии, и бои велись настолько серьезные, что селения переходили несколько раз из рук в руки. Нужно сказать, что немцы дважды объявляли о том, что русская Швейцария Звенигород захвачена. Но оба этих раза оказались неправдой. Звенигород отстояли, хотя уже прошла эвакуация, хотя были заминированы все основные здания, тем не менее Звенигород удалось отстоять. Одинцово в то время находится в ближнем тылу. В Одинцово работают предприятия. Кирпичный завод освоил выпуск противотанковых и противопехотных мин. Химзавод выпускает краски для защитного покрытия. Баковский завод резиновых изделий изготавливает противогазы. Город живет, а город продолжает бороться. Нужно сказать, что памятник павшим воинам, мемориал памяти в Одинцово стоит на страшном, на очень печальном месте. Это братская могила, это братское кладбище. Дело в том, что буквально в 500 метрах отсюда располагается здание пятой школы. Во время войны это был 105-й передвижной полевой госпиталь. Госпиталь этот был предназначен для тяжелораненых бойцов, причем для бойцов с ранениями нижних конечностей и тазобедренных суставов. У нас в музее есть воспоминания одной из медсестер этого госпиталя о том, насколько страшно и тяжело было работать в тех условиях. Но, кстати, потом, идя за наступающей русской армией, советской армией, Одинцово все-таки вспоминалось как достаточно комфортное условие, потому что это единственное время во время войны, когда госпиталь располагался в здании. Все остальное время это утепленные палатки, печка-буржуйка, электрический свет от передвижной электростанции передается только на лампы над операционным столом, все остальное это керосиновый ламп. Инна, расскажите об экспонатах, которые представлены в этом зале, откуда они? Эти экспонаты собраны поисковыми отрядами на местах боев. Понятно, что таких мест в Московской области и в Одинцовском районе немало. Есть у нас один интересный экспонат, который имеет очень большое символическое значение. Это дерево, в корне которого выросли остатки танка советского. С одной стороны, страшный символ войны, когда железо побеждает жизнь, когда железо убивает жизнь, а с другой стороны, здесь просматривается какая-то надежда. Мотив о том, что жизнь, она вечна, она победит любые невзгоды, любые войны и прорастет сквозь железо живое дерево. Еще один экспонат, очень для нас ценный, очень интересный, это предметы, найденные на месте гибели самолета Як-1 лейтенанта Бориса Андреевича Васильева. Нашли этот самолет поисковики в 1988 году из поискового отряда «Вымпел» на 4-метровой глубине. То есть, как самолет врезался в землю, ушел, так и находился там до момента 1988 года. Кто такой Борис Васильев? Один из многих летчиков, героев, охранявших Москву от налетов. Надо сказать, что Москву начали бомбить с 22 июля 1941 года. 22 июля был первый массированный налет на Москву, но опять же есть и такие цифры. Из 7 тысяч вражеских самолетов до Москвы долетело только 229. Интересно, что когда немцы вылетали первый раз бомбить Москву, их военачальник им сказал, ну легкой вам прогулки, прогуляйтесь, отбомбитесь и вернетесь. Нет, к счастью, такого не получилось. Небо Москвы хорошо защищалось, и в числе этих защитников был лейтенант Васильев. 25 июля 1941 года, патрулируя небо как раз над Одинцовским округом, он совершил таран в бою с тремя немецкими самолетами. Когда уже были расстреляны все боеприпасы, он пошел на таран. Немецкий самолет погиб, его экипаж до сих пор числится пропавшим без вести. А лейтенанту Васильеву, у которого перевернуло Як-1, получилось выровнять машину, он сел на колхозное поле и остался жив. Он погиб через три месяца, 24 октября 1941 года, охраняя небо над аэродромом в районе Дорохова. У села Михайловская могила. Кстати, за таран получил лейтенант высшую награду, орден Ленина, звание Героя Советского Союза. Ну, а умер он 26-летним. У нас в витрине представлены как раз вещи, найденные на месте его гибели. Это приборная доска, это табельное оружие на ган, и это кожаный шлем с очками. Действительно страшные события, страшные бои. И не верится, что это происходило буквально в шаговой доступности от нас сейчас, совсем рядом, здесь. И, конечно, великая слава русскому солдату и нашим соотечественникам, и ветеранам. Спасибо вам огромное за интересный рассказ. Обязательно придем к вам вновь. Ждем всех в Одинцовском музее. Ну, а мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих передачах на нашем канале. До свидания.